Не найдется ли лишнего стула? Этот вопрос перед сессией оставил позади другой. Как проголосуют депутаты? Пока многочисленные СМИ теснились и двигали мебель, общественность наблюдала за процессом со своих с трудом занятых мест. Не хотели пустить нас сюда, вот тут. Какой-то Вабичев есть тут. Зачем? Депутаты проявили чудеса явки. Почти все подтянулись к назначенному часу. Их дополнили заместители сети менеджера, главы районов и представители областной власти. Оценив обстановку, депутат Николай Паршиков поставил первый незачет. Право первого слова за трибуной дали мэру. Сергею Ступину хватило 10 минут. Он начал с реверанса в сторону городской власти. В целом администрации города и ее глава сумели удержать под своим управлением процессы текущей жизнедеятельности нашего муниципального образования. Мэр апеллировал заслугами своей команды. Когда требовалось конкретной ситуации, приходилось включать режим непосредственного ручного управления со своей стороны. Критиковал. Над нами висит нарастающий муниципальный долг, который достиг уже 511 миллионов рублей. Предъявлял претензии. В работе администрации города за 2012 год не было должной ответственности и системности. В итоге Ступин подвел черту. Год назад люди ждали, что будет прорыв. Его не получилось. Сгустил краски своими доводами Андрей Рослов. Когда мы знаем о том, какие заключения нам дает контрольно-счетная палата, где каждое заключение практически это сводка, криминальная фактически сводка, и никаких действий не производится, я считаю, что в новом году мэру города Орла нужно в полном объеме реализовать свои функции по контролю за деятельностью главы администрации. Отсчет Сергея Ступина был принят большинством голосов. Все вполне предсказуемо. 365 дней на двоих, по версии Михаила Берникова, были вполне плодотворными. Глава города сыпал цифрами. В жилищном условии в 2012 году улучшили 661 человек. Углублялся в детали. Отремонтировано 195 колодцев рейтинговой канализации. Напоминал, что хорошего он успел сделать. На 16 миллионов уменьшается долг по направлению хозяйства. В итоге сухой доклад Михаила Берникова потонул в голе голосов. Судя по настроению в зале, администрация рисковала нарваться на неуды. Впрочем, и их депутаты слышать не сильно рвались. Требуют коллеги Хомутова повыстрее спрятать телефон длинной шпаргалкой. Не обеспечили платные академии количества, чтобы не было парочных действий. Насколько раз, два, два. Считай, задушить, скажи, не услышите на сердце. А ты сюда чикнулся. Давайте первый исполним. Конкурс перевозчиков. Сколько было плакатов, сколько было собраний, митингов. Справилась худобедная администрация с этим конкурсом? Сторонники и оппоненты администрации Берникова поставили зачет и потянулись на перерыв. Впереди было еще несколько часов заседания. Дождаться заседателей обещали лишь предприниматели-перебозчики. По мнению пикетчиков, результаты конкурса, который так греет душу администрации, разорил несколько желающих честно работать.